МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы передачные советы. Сегодняшняя передача вся из неотложно, срочных дел, которые нужно сделать на даче. Номер один – это обработка всех деревьев, кустарников, всего сада от болезней, медь содержащим препаратами или железным купоросом. Поскольку почки-то вот уже распустились, в частности, вот на смородине, то здесь уже 300 грамм на ведро воды медного купороса класть нельзя. Только 100 грамм на ведро воды. А вот на винограде его только открыли, и там еще никаких почек нет. На малине можно пустить в концентрацию еще 300 грамм на ведро воды железного купороса и обработать все. Розы обработать обязательно. Вот видите, как из зимы мы тоже скакнули сразу в лето. И вообще астрологический год Марса, напоминаю, идет. Будут все лето резкие перепады от жары к холоду и обратно. И, естественно, при таких резких перепадах среднесуточных температур будут дуть непрерывные ветра, вот как на прошедшие недели. Ветер рассушил почву, надо срочно все сеять и сажать. Внимательно посмотрите на черную смородину. Самый опасный вредитель здесь, который ее губит, это вот почковый клещ. Вот у меня несколько кустов, и я на дно просмотрела. Две почки есть. Видите, как они выглядят? В виде кочанчиков цветной капусты. Вот одна почка, и вон вторая. Как я их просмотрела. Вот, берем ее и отрываем, и сжигаем. И приготовьте препарат Таран, который берет всех листососущих, грызущих, и в том числе обладает акарицидным свойством, то есть работает против клещей. Очень эффективный препарат. Дело номер два. Побелить деревья. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, вот обрезали сейчас поломанные ветки или где-то терлись ветки. Места срезов садовым варом не обрабатывайте, потому что они под варом будут мокнуть. А вот при сухой погоде очень хорошо обработать их садовой краской. Какой? Вот есть лечебная краска у Ларисы Игоревны Малайны, очень хорошая. Возьмите и побелите деревья. Раз-двух зайцев убьете, даже трех. И красиво, и раны обработаете. И третье важное дело – замуруйте еще тех вредителей, которые не вышли из-под трещин в коре. Букарки, долгоносики, казарки, филильщики и так далее. Компания «Чистый сад» предлагает эффективные препараты для борьбы с садовыми и бытовыми насекомыми, а также средства для обработки теплиц, погребов и бань. Актовая торговля по адресу товарные 5, розница на Олимпийской 35. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам, как защитить свой сад от болезней и вредителей биологическими препаратами. Перед посадкой растений в теплицу за 1-2 недели обязательно нужно ее вымыть и продезинфицировать препаратом «Формаёд». Формаёд – это первый весенний препарат, которым мы начинаем работать, потому что он работает при температуре плюс 1 градус. Также «Формаёдом» проливаем всю землю в теплице, а еще лучше для хорошего обеззараживания просыпаем горчичным жмыхом и проливаем раствором препарата «Дачник серебром». Эти препараты будут подавлять возбудители корневых гнилей на томатах и огурцах в теплице. Горчичный жмых вы можете рассыпать по всем грядкам открытого грунта, хуже не будет, а только лучше. В апреле завершился период покоя у деревьев и кустарников, и сразу на поверхности коры начинается массовое размножение заболеваний, таких как перноспороз, рак обыкновенный и других. И поэтому в самом начале распускания бутонов нужно обработать все растения «Формаёдом» 10 мл на 1 литр воды. Очень важно повторить обработку «Формаёдом» в период выдвижения бутонов, а во время полного цветения дерева, чтобы инфекция не распространилась на всё растение, обрабатываем фитоловином. На яблоне нельзя упустить момент борьбы с жуками-цветоеда и провести обработки до того, как они отложат яйца в бутоны. В этом нам помогут давно испытанные мной биологические препараты «Окарин», «Фитоверм» и «Здоровый сад». Достаточно всего одной-двух обработок, чтобы на весь сезон избавиться от таких листогрызущих вредителей, как листовёртки, пядинцы и другие. Приходите к нам в Центр, и мы научим вас, как защитить вас сад от вредителей и болезней биологическими препаратами. Центр природного земледелия Ларисы Малайной предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, м-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания рассады. Телефоны для справок 9 545 165 2 252 305. Здравствуйте, уважаемые дачники! Сегодня я хотела бы поговорить с вами о замечательных кустарниках, которые будут украшать наши участки и ранней весной, и, конечно же, осенью. Конечно же, у всех в основном есть и сирень, и различные виды гортензий, и, конечно же, калины, боярышники. А я хочу сегодня рассказать вам про более интересные и редкие сорта кустарников декоративных для наших дач. Первое – это кустарник кальквитции «Приятный» вот такого замечательного сорта «Пинт Клауд». Это очень красивый декоративный кустарник с крупными ароматными соцветиями. Этот кустарник придаст вашему саду воздушность и очарование. Кусты у него достигают высоты всего лишь двух метров. Светет кальквитция летом, а осенью ее листва порадуют вас яркими оранжевыми тонами. Следующий кустарник – фатерогила «Большая» вот с такими крупными соцветиями белого цвета. Этот листопадный кустарник с ароматными и пышными весенним цветением и живописно осенней листвой. Необычность в том, что цветы появляются на кусту раньше, чем листва. Далее появляется яркое, насыщенное, плотное листва, которое осенью окрашивается в багрянную окраску. Следующий кустарник для и цветоводов, и дачников, которые уже на своем участке смогли развести и гортензии, и азалия. Это «Редодендрон» сорта «Грандифлорум». Еще по-другому его называют азалия многоцветковая. Это вечерний зеленый кустарник – один из самых сильнорослых и зимостойких сортов. В росте он прибавляет до 8 см, а взрослое растение может достигать высоту до 2 метров. Цветки выглядят шикарно. Это колопольчики лилового цвета с желто-красным узором. Соцветия их может быть до 20 штук. И что самое главное, азалия может жить до 100 лет. Не боится ни заморозков, ни различных неблагоприятных условий выращивания. И еще одна разновидность цветущих кустарников – это гортензия вьющаяся. Гортензия вьющаяся идеально подходит для вертикального озеленения, так как образует пышную листву и быстро растет. Высота ее более 10 метров. Цветы белого окраса обладают приятным арабатом. Они собраны в четковидные соцветия. Аромат привлекает на всех полах, в том числе и пчел. Поэтому это растение является медоносным. Цветет оно в июне-июле месяца. Желаю вам солнца, души, богатого урожая на вашу дачу. Ну и, конечно, красоты вокруг вас. Компания «Спарк» и магазин «Икоробейник» предлагает саженца декоративных, цветочных и плодовых культур. Хвойные растения и все необходимое для дома и дачи. Если у вас отапливаемая теплица, вот как у меня, видите, здесь два обогревателя инфракрасных. Земля прогрелась. Вот стоит термометр. Видите? На глубине 10 сантиметров он показывает температуру 24 градуса. А только сутки повисели здесь обогреватели. Это же чудный вариант для того, чтобы растениям, корням было там комфортно, и не начались корневые гнили. Особенно это важно для огурцов. Итак, в чем разница при высадке томатов и огурцов на грядку? Томаты высаживаем с небольшим заглублением, огурцы без. Проблема, как такой вот огромный томат высотой в метр высадить, чтобы он не пострадал. Вот у него ком земли. Какой мощный. 13 февраля были посеяны. Но мощный под этой лампой вырастает, что там говорить. Да еще хлореллы накачаны. Как видите, в лунку ничего не клала. Почему? А потому что я все осенью это делаю. Осенью вместе с вами. Мы здесь, горчица же еще росла под кустами томат, мы ее порубили. Внесли зеленку горчицы на грядку. Добавили жигулевское удобрение и разрыхлитель, речной песок. Поэтому сейчас уже ничего и делать не надо. Ведь какая красота! Говорила осенью, не уходите рано с огорода. Сделайте все. Весной и так дел куча. Так, а вот что нужно сделать сейчас мне? Это пролить все раствором немецкого препарата Привикур Энержи, чтобы не болели кусты томатов и особенно огурцы корневыми гнилями. Одни и те же культуры сажаем. И хотя у меня есть несколько теплиц и пытаюсь менять местами. Какой это севооборот. Так себе. Очень удобная упаковка. У немцев все продумано. Посмотрите. 30 миллилитров на два ведра. 15 миллилитров. Вот риска стоит. Сколько это? На ведро воды. Все размечено здесь. По ним и смотрите, по этим отметкам. Очень удобно. Что вот эта упаковка, что вот такая упаковка. Здесь есть мерный стаканчик. Очень немцы все продумали. Сколько нужно этого раствора на один куст? Вот на такую взрослую рассаду целый стакан. В ведре 40 стаканов. Так что ведра хватит на 40 кустов томатов. Пройдет до корней и сок разнесет препарат по всему кусту томатов. Так. 40 сантиметров отмерили от одного куста. С другого делаем вторую ямку. А вот что делать тем дачникам, которые не заправили почву осенью, что положить в лунку сейчас? Придется класть по горсти биогумуса. Он не обжигает корней, но все равно будьте его мешать землей тщательно. Можете добавить золы, у кого есть. У кого нет, купите суперфосфат и добавите. Томаты очень любят фосфор. И на начальной стадии именно он и нужен. А вот азотом не подкармливайте до тех пор, пока не пройдут заморозки. Азот ослабляет холодоустойчивость растений. Заполняем лунку по бокам почвой и обязательно ее уплотняем, так, чтобы пустот не оставалось. Вот, высадили помидору, накрыли снова от солнечных лучей 17 номером спонбонда. А на ночь еще сверху, если холодно, а в теплице нет обогрева, тем более. Поэтому лучше укройте от греха подальше еще и толстым спонбондом. Либо два слоя тонкого, 17 номера. Надоела черная ножка и корневые гнили на рассаде помидоров и огурцов? Проливайте почву семян раствором Привикура Энерджи, и вы надежно защитите свою рассаду и урожай от болезней. Привикур Энерджи. Болезней на рассаде нет. Байер. Вот здесь на грядке была посеяна редиска. И теперь мы аккуратно между ее четырьмя рядами по центру огурчики пропустим. Вот огурчики здесь уже ночь переспали, нормально себя чувствуют. Тепло было. И сразу им опору выставила, потому что рассада большая. Вообще-то огурцы надо выращивать дома до фазы двух листьев настоящих. А здесь уже по четыре. И уже огурчики маленькие завязались, я их убрала из первых трех узлов. Так, вот здесь землю, чтобы редиску-то не повредить, аккуратно землю выберем между рядами редиски. Редиска была посеяна в конце марта. Так, здесь лунку сделаем побольше и поглубже, потому что сажать огурцы вот так вот будем. Вот, но сильно не заглубляйте. И вообще воду под корень лить бы им не надо. У кого земля хорошо заправлена с осени, можно ничего не класть, а можно золы немножко добавить, потому что огурцы калий любы. Вот так аккуратно посадили, редисочку не задели. Подсыпали почвы. И обязательно раствор при векуре энергии. Огурцам обязательно. Потому что именно у них корневые гнили чаще всего и возникают. Вот видите, из первых трех узлов-то убрала, ослепила их, а дальше вот видите, уже огурчики-то вот они оставляем. А снизу обязательно надо убрать из трех узлов, чтобы быстренько начала расти лиана. Потом огурчики придется перевязать на хорошие профессиональные опоры. А пока вот такие временные. Потому что без них они расти не будут. Все усы тоже обрезала. Усы надо всегда удалять у огурцов. Компания «Атмосфера» предлагает инфракрасную пленочную систему отопления для вашего дома и дачи. А также потолочные обогреватели для теплиц и террас. Наш телефон 994-42-44 и 972-16-11. Растения сейчас очень сильно стрессуют. Вы видите, как и листья на них опустились, сморщились. Другой свет, другая температура воздуха, другая влажность. Они испуганные. Нужно поддержать их иммунитет. Чем? Опять же немецким препаратом. Великолепным натуралгрин, натуральным. Из пород морских животных и растений, которые на дно после своей погибели, опускаются. Потом их немцы поднимают. Мелко, очень мелко, до нано частиц размолачивают, чтобы эти удобрения легко проникли через устицы растений. Теперь мы, прочитав мой журнал, там все подробно написано, сколько надо положить этого препарата на теплую водичку. Работаем только очень теплой водой по листу. Вот я беру маленькую ложечку, у меня она 2 грамма. Половина ложечки, 1 грамм. И на 300 миллилитров воды развожу. Размешали. Раствор натуралгрин, а здесь столько микроэлементов. Да каких? Элемент жизни, один селен чего стоит? Это такая редкость среди удобрений, которые очень хорошо повышают иммунитет растений, да и нас тоже. Поэтому вот я его и прикупила. Уже один раз томаты были обработаны по листу, и снизу и сверху надо обрабатывать, чтобы через устицы проникло удобрение внутрь растения быстро. Так, ну что, мои хорошие, огурчики любят, когда их орошают сверху и снизу. И вот на другой день зайдите, потрогайте листья, они будут жесткими. Через такие жесткие листья уже ни болезни, ни вредители будут нам не страшны. Так? Так. Температура рабочего раствора, когда вы работаете по листве, следите, должна быть примерно 36-37 градусов. Через 2 недели можно еще раз обработать этим препаратом. Оптом препарат «Натурал Грин» можно приобрести в фирме «Экоастра» в городе Тольятти на улице Победы, 10, склад номер 10, а розница в садовых центрах «Росток». Телефон для справок в Тольятти 22-57-89. Здравствуйте! Стартовал посадочный сезон, и сегодня я хочу познакомить вас с новыми перспективными сортами ягодных культур. Начнем со всеми любимой малины. Сегодня я хочу представить вам сорта малины алтайской селекции. Чем они хороши? Тем, что прежде всего отличаются высокой выносливостью. Это засухоустойчивые сорта, морозостойкие, с крупными вкусными ягодами, очень урожайными. Сорт «Память Шейну» раннеспелый, побеги совершенно без шипов. Крупные ягоды очень удобно собирать. И три среднеспелых сорта – «Зевс», «Иришка» и «Красное облако». Ягоды у них тоже крупные и вкусные, шипы единичные, мягкие или мелкие. И еще один среднеспелый сорт алтайской селекции я хочу представить вашему вниманию. Это сорт «Рубиновая». Крупные ягоды, высокая урожайность, но самый главный признак сорта в том, что он абсолютно устойчив ко всем заболеваниям и вредителям малины. Сорт «Рубиновая» устойчив к малинному клещу, обыкновенному паутинному клещу, малинной побеговой галлице, пурпурной пятнистости и другим заболеваниям. Поэтому сорт «Рубиновая» пригоден для выращивания без применения химических средств защиты и пригоден для получения экологически чистой продукции. Это очень важно. А теперь хочу познакомить вас с еще одним среднепоздним сортом малины, который носит название «Столичная». Этот сорт на сегодняшний день считается одним из лучших сортов среднепозднего срока созревания. Автор сорта «Столичная» Виктор Кичина – патриарх и основатель сортов крупноплодной малины. Он создал его в 1979 году, и более 30 лет сорт «Столичная» держит планку одного из самых лучших крупноплодных сортов среднепозднего срока созревания. Побеги у него мощные, абсолютно без шипов. Ягоды крупные до 12 граммов, вытянутые ярко-красного цвета и отличного вкуса. После созревания ягоды не осыпаются в течение 3-4 дней. Сорт «Столичная» устойчив к морозу и основным болезням малины. Один недостаток есть у этого сорта – он очень мало дает поросли. Но, тем не менее, сорт «Столичная» остается одним из самых лучших среднепоздних сортов. А теперь я хочу познакомить вас с уникальным природным удобрением, хитом продаж 2015 года, который называется «Горчичный жмых». Это продукт переработки семян горчицы белой. Все мы знаем, что белая горчица – это уникальный сидорат, который улучшает почву, разрыхляет её, дезинфицирует, отпугивает различных почвенных вредителей. Так вот, в горчичном жмыхе все эти свойства усилены и сконцентрированы в несколько раз. Он является ценнейшим органическим удобрением. 1 кг горчичного жмыха заменяет 10 кг перепревшего навоза. И горчичный жмых в 5 раз эффективнее биогумуса. Он применяется практически везде – в качестве удобрения, в качестве природного инсектицида и в качестве природного фунгицида. При посадке картофеля положите в лунку 1 столовую ложку горчичного жмыха. Во-первых, вы сделаете подкормку, а во-вторых, вы избавите ваш картофель от проволочника. При посадке моркови и лука просто посыпьте в бороздки горчичный жмых, и вы избавитесь от таких вредителей, как морковная и луковая муха. Если вы высаживаете в теплицу или в грунт овощную рассаду, обязательно положите в луночку по столовой ложке горчичного жмыха. Во-первых, это будет великолепное удобрение. А во-вторых, вы избавитесь от грибковых заболеваний. Горчичный жмых – это прекрасное комплексное удобрение, которое применяется еще и для дезинфекции почвы. И самое главное, без применения всяческих химических препаратов. Я советую всем нашим дачникам обратить внимание на это уникальное природное удобрение – горчичный жмых. Дорогие дачники, помните наш ответ кризису на наших дачных участках. Выбирайте и сажайте, удивляйтесь и радуйтесь, а мы постараемся помочь вам в этом. Магазин «Удачная коллекция» предлагает покупателям семенной картофель, лук-севок, саженцы плодовых, ягодных и декоративных растений, мицелий грибов, горчичный жмых, удобрение опионы, конфеты для ваших растений. Адреса магазинов – улица Победа, 111 и улица Самарская, 36. Я высаживаю ранний картофель. Вот так вот случилось, рассчитываю на 22 апреля. Смотрю, такие ветра, такая жарящая. Грядки-то все уже потеряют влагу. Готовы, готовы почвы, что ждать-то надо высаживать. Раньше получим урожай картофеля. И это позволит мне в середине июля выкопать картофель и посадить на эти же грядки второй урожай картофеля. Вот что я задумала в этом году сделать. Что мы кладем в лунки при посадке картофеля? Ну, можно еще добавить и по горсти. А хотите получить больше урожая по две – биогумуса. А можете другой вариант, еще лучше. Ведь картошке сейчас вот в начале нужна подкормка фосфором. И вот Илья Ткаченко по моей просьбе сделал жидкое удобрение, вытяжку из биогумуса с добавлением туда фосфора. Получился орган-минеральное удобрение, прекрасное для посадки картофеля. И можете им проливать. Вон у меня растворчик сделан. Мы сейчас с вами произведем посадку с подливом жидкого биогумуса. Идеальный вариант для посадки весной. Делаю лунки на расстоянии 40 сантиметров друг от друга у основания вот этого гребня по центру грядки. Так, в шахматном порядке с другой стороны. Как дела, Алексей? Все, заканчиваешь обработку. Алексей обрабатывает суспензией хлореллы, разведенной в 4 раза водой, клубни картофеля, которые проращивались сначала вот в этих бутылках. Я вам показывала. Вот они великолепно сохранились, дали ростки. Здесь мы будем сажать сорт хозяюшка. А вон на той грядке, вот, которая пока еще накрыта у нас спонбондом, чтобы влага хранилась, на той посадим второй сорт российский, сиреневый туман. Будем их выращивать в этом году с применением только органики. Суспензия хлорелла – прекрасный стимулятор роста. Там столько полезных веществ, столько аминокислот, где еще столько найти. Вы видели, какая рассада у меня выросла на этой суспензии. Думаю, что и картошка должна получиться отменная. И теперь раскладывай в каждую луночку, Лешенька, клубни. Они должны лежать на боку, так как они растут в материнском кустике. А не стоять верхушечной почкой вверх. Закрываем землей высотой не более 5 сантиметров. Как покрасить ростки, мы отсюда из этого гребня еще навалим земли. Таким образом окучивать будем дважды. 9 мая закончим окучивание, картошка взойдет. Так, дальше налейку вот на такую 10-литровую налейте. Суспензии хлорелла 2 литра. 1 к 5 раствор сделайте. И если вы хотите вот такую картошку, чтобы она быстрее взошла, а земля уже сухая, посадите ее с подливом. Прямо по полстакана. И уже хорошо картошечки будет, и прикопайте. Одной лейки хватит на всю грядку. Дальше ее закрываем и немедленно пленкой. Плотно укрываем, так, чтобы влага сохранилась. Компания «Биокомплекс» производит и реализует органические средства по уходу за растениями. Спрашивайте с суспензией хлореллы в магазинах вашего города. Жигулевские удобрения от производителя. Можно приобрести, а также оформить доставку в городе Жигулевске на улице Гидростроителей, 19. Справки по телефону 927-026-00-45, 917-827-7288 и 961-390-09-41. «Биогумус» хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать. В Самаре по телефону 972-70-95, а в Тольятти по телефону 22-57-89. Внимание, новинка – жидкий биогумус. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех с началом дачного сезона. Обычно весенние работы начинаются с посадки плодовых растений. И садовый центр в этом году как никогда подготовил для вас огромный ассортимент плодовых растений уже в начале апреля. Самая главная красота всех растений – это не в стволе. То есть большой, такой переросший ствол не значит, что это хорошее растение. Всегда проверяйте корневую систему. Есть ли мочковатая корневая система? Видите? Огромный хороший корень для этого растения. Место прививки живое, в хорошем состоянии. И сам ствол, чтобы не было царапин никаких. Это уже трехлетнее растение, хорошее сформированной кроной, взрослый сажень. Практически, получается, через два года вы уже снимаете первый урожай. И используйте корневин при посадке, торф, естественно, хороший грунт, корневин. И тогда растение хорошо приживается и поливаете. Этот сорт называется конфетное. Редко мы его предлагаем. Это ультра ранний срок созревания и самые сладкие яблоки. Они не очень красивые, но зато очень вкусные. И еще здесь, посмотрите, летние сорта уже проверенные. Это папировка, белый налив, грушовка. То есть это уже проверенные старые сорта. Нам очень понравился сорт мантет. И яблоки созревают в конце июля, в начале августа. Самое главное, они не очень крупные, не мелкие, и очень красивые и вкусные. Более 30 сортов яблонь летних, осенних, зимних. И новинки есть, и такие редкие сорта, как конфетное и мантет. Самое главное, они все привиты на полукарлики и карликовые подвои. То есть они не перерастают до 7-8 метров, а будут высотой 3-4 метра. Сейчас здесь в садовом центре и груши, и сливы, и вишни, черешни, дюки. И самое главное, все саженцы плодовых растений приобретены только в питомниках районированных. Это Чувашия, это Нижегородская область и Воронежская область. Все саженцы плодовых растений только из российских питомников. И еще они районированы. У нас нет растений из питомников южных регионов. Здесь представлены все сорта смородины, черные, красные. Больше 10 сортов жимолостей. Жимолость будет плодоносить лучше, обильнее, если посадить рядом 2-3 сорта. Жимолость можно посадить на расстоянии 2 метров. Довольно компактные кусты и самое главное, очень обильный урожай. Еще я сегодня хочу рассказать про землянику. Многие слышат фриго-фриго. Что же такое фриго? Это не сорт, это не группа клубники. Это просто замороженная клубника в переводе. Получается с хорошей корневой системой. До понедельника вы можете их приобретать, пока с открытой корневой системой. Что, естественно, скажется на цене. При посадке обрезаете корень наполовину и сразу высаживаете на участок. Самое главное, они очищены от вирусных заболеваний. Здесь разные сорта земляники. И срок созревания тоже средний, ранний и ремонтантный. И самое главное, 100% урожай уже в этом году. И на всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников. Почвы, грунты и удобрения. Деревья, хвойники, кустарники и многолетние цветы. Мы желаем вам красивого, цветущего и вкусного сада. Садовый центр Веры Глуховой предлагает посетить площадки в Самаре и Тольятти с саженцами плодовых и декоративных культур. Справки по телефону в Самаре 212-04-42. А где здесь картошка? Достала жуку. А все потому, что клуб не забыли опрыскать табу. Применяя препарат табу при посадке, вы защитите картофель от колорадского жука и проволочника и гарантируете себе отличный урожай. Табу при посадке. Картошка в порядке. КОНЕЦ